Добровольцы освободительной армии Стартовали работы по реконструкции дороги Мартакерт в село Матагиса. Деревня Эскурян в Кесаба подверглась ракетному обстрелу среди раненых есть армяне. Забытый хетский город в Западной Армении. Технологический университет Суши организовал праздничное мероприятие. Приглашение всем новостным изданиям в Армении. 11 мая 2019 года в 11.30 выступит президент Западной Армении Армен Акабрамян по видеосвязи. Господин президент коснется следующих тем. 99-летие юридического и окончательного международного признания армянского государства 11 мая 1920 года. Современная правовая и политическая деятельность государственного устройства Западной Армении. Официальное подтверждение турецкого государства о геноциде, совершенном против армянского народа. После окончания выступления президент Армен Акабрамян проведет пресс-конференцию. Приглашаем вас 11 мая 2019 года в 11.30 по адресу улица Агатан Гюгоса, 2, 4 этаж Центра Западной Армении в Ереване. Председатель Национального совета Западной Армении Армен Акабрамян полковник Ливон Жилберт Минасян, президент Ассоциации бывших бойцов и партизан армян Франции Симон Азилазян. Под эгидой Армянской Апостольской Церкви в Марселе, Союз борцов Арцахских войн, Конгресс армян Западной Армении, Ассоциация бывших бойцов и партизан армян Франции. Приглашают вас принять участие 12 мая 2019 года в 10.30 в Армянскую Апостольскую Церковь в Марселе, 339 проспект Прадо, 13.008 Марсель. В 10.30 реквием к 27-летию освобождения Шуши в честь арцахских воинов, в 12.00 церемония возложения венков перед Хачкаром, в 12.15 выступление ветеранов арцахской войны. Вы можете подтвердить свое участие до 11 мая 2019 года по следующему адресу электронной почты. Уверен, что произошедшее в Османской империи в 1915 году является геноцидом. Об этом на встрече с председателем Национального собрания Армении Араратом Мерзояном 6 мая заявил вице-спикер Сената парламента Чехии Мелан Штех, заверив, что приложит усилия, чтобы этот факт был признан Сенатом Чехии. Как сообщили новости Армении, в прислужбе Национального собрания Армении Арарат Мерзоян выразил благодарность Палате депутатов Чехии за принятие резолюции, осуждающей геноцид против армян, выразив надежду, что она будет принята Сенатом в ближайшее время. Глава парламента Армении отметил, что Чехия является одним из важнейших партнеров Армении, и армянская страна готова развивать тесные отношения. Арарат Мерзоян представил процессы, которые произошли во время Бархатной революции и в последующий период, затронул вопрос укрепления демократии, развития экономики, реформы судебно-избирательной системы. Глава парламента Армении подчеркнул приверженность армянской страны урегулированию Карабахского конфликта мирным путем в формате сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Вице-президент Сената подчеркнул, что его страна поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ на всех уровнях, добавив, что в конфликт в Нагорном Карабахе должен решаться исключительно мирным путем. В Арцахе начался первый этап дорожно-строительной программы стратегических направлений и ремонта дороги в направлении Матагиса. Как передает Армен Пресс, об этом на своей странице в Facebook, представляя фотографии, написал советник президента Республики Арцах Тигран Абрамян. Стартовал первый этап работ по реконструкции дороги села Матагис, а также дороги из общины в Мартакер, написал Тигран Абрамян. После полудня 6 мая террористические группировки подвергли ракетному обстрелу село Эскюран возле армянно-населенного города Кесаб в Сирии и ряд других направлений. Об этом пишет алепское издание Ганзасар. Согласно изданию, три снаряда упали возле села Эскюран. Двое кесабских армян получили ранения и были доставлены в больницу в Атаке. Состояние здоровья раненых оценивается как стабильное. 3500-летняя хетская сариса обнаружена в результате археологических раскопок. В Алтынианском районе Себастье в Западной Армении фиксирует историю и вместе со своими секретами находится в списке еще не полностью раскрытого культурного наследия Западной Армении. Первое письменное соглашение между хетами и египтянами в истории было написано в этом древнем городе, одном из крупнейших хетских городов Западной Армении. Судя по клинописным находкам, предполагается, что короли этого древнего города устраивали религиозные праздники. Также считается, что храм города был построен в 1525 году до нашей эры. На мероприятии выступил ансамбль «Мы и наши горы», которые вместе с военными исполняли народные песни. Был организован традиционный национальный конкурс игр, а гостям были поданы арцахские блюда. Студенты из разных вузов и военных на стенах Шуши танцевали в знак единства. В интервью корреспонденту Арцах Пресс председатель студенческого совета Шушикского технологического университета Арам Арутюнян отметил, что их цель – это дальнейшее укрепление связей между армией и обществом и создание дружественных отношений между студентами и солдатами. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Мария Макканея. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!